МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Липарские острова. Красота из огня и ветра. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Антонио Калуччо и его сын Матео уже давно в пути, когда первые солнечные лучи только касаются скалистого берега. В бухте Липарских островов пока еще прохладно и стоит приятный штиль, но спокойное море ненадежно. Погода здесь меняется очень быстро. Во время шторма прекращается рыбная ловля, и на целый день эти места отрезаны от мира. С самого детства Матео провел больше времени в море, чем на суше. И, как все моряки, он знает легенды об Эоле, греческом боге, ставшем по велению Зевса повелителем ветров. Много тысячелетий назад жил он на высоком скалистом берегу одного из островов Сицилии. Только от веления Эола зависело поведение ветров. Либо он отпускал их в свободный полет, либо обрушивал на головы бедных моряков. По сей день рыбаки питают к этому богу уважение, еще и потому, что он дал исконное имя этому необычному архипелагу. Одинокие и уединенные Липарские, иначе Эоловые острова, находятся к северу от Сицилии. В этом нетронутом уголке Европы словно бьется пульс Земли. Рвутся клубы пара. Все клокочет и шипит. Застывшие куски лавы, вырвавшиеся из утробы Земли, образуют причудливые формы. Ландшафт здесь словно на картине и имеет полностью вулканическое происхождение. Словно раны изрезали поверхность пирокластические потоки из пепла, шлаков и камней. Магма выносит из глубин Земли странные, необычные породы и кристаллы. Многие тысячелетия жителям Липарских островов угрожают извержение вулканов и землетрясения. Неоднократно люди почти полностью покидали эти острова. Но всегда рачительность одерживала верх над страхом. Еще в древности здесь добывали белую глину, материал для производства керамики. Липарские острова образовались благодаря вулканам. Относительно молодые они начали подниматься из морских глубин примерно 360 тысяч лет назад. Там, где пласты африканского континента соприкасаются с европейским, возникают трения и разломы. На юге Италии сформировался регион с наибольшей вулканической активностью в Европе. Из 20 островов на сегодняшний день заселены лишь 7. Самые известные из которых – Липари, Стромболи и Вулькано. Но и самые маленькие из островов – Стромболиччо. И те, что побольше, такие как зеленый и плодородный Салина – все они, поднявшиеся из моря, вулканы. Какие-то из них давно молчат, какие-то никак не могут успокоиться. Например, кратер острова Вулькано. Мощным взрывом одного из извержений была образована высокая верхушка острова. Кипение видно в фумаролах – отверстиях, похожих на клапаны с высоким давлением, из которых рвутся наружу бурлящие газы. Имея температуру 500 градусов, они, к тому же, очень токсичны. Двуокись углерода, сернистый газ и соляная кислота убивают все живое. Большой кратер острова Вулькано. Ощущение опасности веет над этим огненным островом, давшим название всем вулканам мира. Последнее извержение из страшного жерла произошло 3 августа 1888 года. Шел ливень из пепла. Бомбы горящей лавы разлетались на километры и падали на обитаемую часть острова. Пробивали крыши домов и поджигали корабли. И совсем скоро неспокойный вулкан может снова проснуться. Но горячие серные испарения клубятся не только из фумарол кратера. Менее опасными и даже лечебными, помогающими при артритах и ревматических болях, издревле считались теплые грязевые ванны. Сильный запах серы преследует искупавшихся еще потом минимум неделю. Сера – это желтое золото Эолийских островов. Греки и римляне окуривали серое вино, чтобы оно не портилось. Вплоть до XIX века почти две трети всех серных запасов земли вырабатывались в Италии. Сутки напролет грохотали молоты рабочих, добывающих из горной породы едкую серу или квасцы. Она была материалом для производства стирального порошка, спичек и пороха. Стромболи. Скала. Остров. Миф. С древних времен Стромболи неустанно исторгает из себя фейерверк из камней и магмы. Неукротимый и опасный. 11 сентября 1930 года сильнейшее извержение вулкана обрушило многотонную огненную реку из камней на Скьяра-дель-Фуока. 29 декабря 2002 года мощный взрыв прорвал жерло вулкана. Его обломки соскользнули в море и вызвали большое наводнение. В античные времена по ночам моряки ориентировались по его огненному свету. Далеко светит огненный дождь Стромболи – признак жизни постоянно активного вулкана. Стромболи был бы прелестным островом, если бы не постоянная опасность, исходящая от горы. Всемогущий вулкан терпит присутствие людей лишь на узкой полоске земли между горой и морем. Около 400 человек живут тут в белых квадратных домиках. Здешний способ строительства домов в форме кубиков предназначен защищать от агрессивного вулкана. Жилые помещения тоже квадратные, ведут на заднюю террасу. Она дает тень и защищает от сильного ветра. По узким крутым улочкам можно передвигаться лишь пешком или на трехколесном такси. Люди живут на небезопасной земле, но никто здесь не боится извержения вулкана. Местные жители доверяют богу вулкана. Антонио с сыном возвращается к родному причалу. Два часа длится путешествие из Стромболи на Липари, самый большой из Липарских островов. Они направляются в Марина-Корта, маленький порт столицы, которая тоже называется Липари. Как и положено старожилам, семья Калуччо живет в самом сердце старого города. Жизнь на Липаре менее опасна, потому что островной вулкан давно потух. Люди живут в своем собственном ритме, расслабленно и неторопливо. Десять месяцев в году Липари – это маленький приморский городок мечты, где все знают друг друга с детства. Город вырос из крепости на горе, оставшейся от древнегреческого поселения. Природный холм, 60 метров в высоту, со всех сторон укреплен толстыми стенами, которые служили защитой от пиратов. Почва хранит культурные слои от неолита до наших дней. Шесть тысяч лет назад первые поселенцы решили использовать эти благодатные земли. Сначала римляне, позже норманы перестраивали крепость на горе. Затем Липари побывал во владении арабов, испанцев и французов. Археологи нашли более двух тысяч захоронений. Богато украшенные саркофаги позволяют нам прикоснуться к другой культуре. Липари располагался в центре одного из наиважнейших торговых маршрутов Средиземного моря. Давным-давно первые корабли пришли сюда для погрузки обсидиана. Эта прочная вулканическая порода обеспечила острову процветание. Почти таким же ценным оказался этот легкий пористый вулканический камень Пемза. Бесчисленные извержения сформировали почти трехсотметровый слой Пемзы. Самый толстый слой в мире. На протяжении столетий добывали люди эту породу. Сотни тысяч тонн ежегодно шли на производство материалов для шлифования и полирования. Сегодня подъемные установки замерли. Каменоломня выглядит покинутой. Ради сохранения природного наследия земли ее закрыли. Воздушные белые камни, кормившие все окрестности, больше тут не добывают. Липарские острова всегда славились еще одним – вином и древними традициями устройства виноградников. Но белый виноград Мальвазия, знаменитый своим необычным вкусом из-за вулканической почвы, стал довольно редок. Большинство виноделов еще в XIX веке уехали в Америку или в Австралию. Поля опустили. Слишком скудной, слишком тяжелой была жизнь крестьянина. Острова, корабли, путешественники. Скоростные суда и паромы сменили парусные лодки. Но, как и тысячи лет назад, добраться на Липарские острова можно только по воде. Жители осознают свое изолированное положение, и многие рады ему. С итальянского материка на остров привозят не только туристов, но и все, что необходимо людям для жизни. Газеты, цемент, козий сыр. Даже фрукты и овощи приходится завозить. И так как на вулканическом острове нет рек и почти нет ручьев, то танкерам с Сицилии доставляется даже вода. Зимой Матео с отцом ходит на рыбалку. Летом они катают туристов вокруг острова-вулкана. Они тоже пытаются получить хоть какую-то прибыль от чужаков. В разгар сезона на остров приезжает множество туристов. Архаичный ландшафт и горы, полные огня, сделали эти острова известными на весь мир. Они прекрасны. Но, как все истинные красавицы, доставляют своим поклонникам немало хлопот. Режиссер Эль Кевери. Оператор Дональд Сайшова. Фильм озвучен фирмой СВ Дубль по заказу ГТРК «Культура». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Продолжение следует...